Приветствую всех! С вами комментатор Олег Сломаха и это рубрика Блицушки. Рубрика, где мы с вами играем в Блиц по 5 минут. Так, дождались соперника 1998 из Канады и С5. Гамбит Мора. Давненько не играли Гамбит Мора. Гамбит Мора. Стандартные ходы. Так, ну здесь можно нестандартно сыграть Е6, можно рокировка. По-разному. Так, отойдем. Владель Е1. Какой приставучий. Этого мы слона отдавать не будем. Этот слон наше все. Так, это Е5. Начинаем приставать. Так, здесь не меняемся. Сыграем слон Ж5. И будем крутить. Конь Е4. Крутим конями. Так, стоп. Я могу побить. Влезть конем на Д6. Ну и получить какую-никакую компенсацию. Ферзь Д3 грозит. Так. Так, 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 так. Ферзь Д2. Ферзь Д3. Как бы коня поймать. Ферзь Д3. Ж6. Так, жертва не проходит. Жертва не проходит. Так, как же сыграть-то? Ладно. Ферзь Д3-то, наверное, ход в любом случае полезный. Инициатива-то у меня есть. Тут, как говорится, никто не поспорит. А, вот она идея. Ферзь на Ж6, Ферзь Д2. Напали на коня. И Ферзь А6. И грозит конь Ж5. Ну, вот это вот неплохо. Задумка неплохая. Как он, Ф5, что ли, будет играть? Резко? Кстати, Ф5-то тоже возможно. Я же бить не могу, потому что у меня конь на Д6 висит. Не исключено, что Ф5 очень сильно. Да, Ф5 соперник нашел. Это на самом деле довольно-таки сильно. Жертвовать я ничего не могу. Ж4, что ли, сыграть? А что, если крутить, так крутить, да? А, тогда он конь Ф4 сыграет. Тогда он конь Ф4 сыграет. И он сейчас конь Ф4 где-то хочет сыграть. Давайте коня на Д4. Здесь уже, может быть, действительно где-то на Ф5 какая-то жертва закатится. Ну, интересно. Конь на А5 пока у него не удел. Фигур на доске сохраняется много. А у меня инициатива за всего лишь какую-то пешку. Фигур на самом деле много. Так, конь Ф4 он хочет сыграть. Конь Ф4 хочет сыграть. Там слон у него на С6 заиграет. Да. Надо, видимо, бить. Слона на С6, поскольку он грозил превратиться в грозное оружие. Так, ну вот теперь как-то разбираться здесь с этими конями. Конь Ф4 грозит. Конь Ф4 угроза такая достаточно неприятная. Ж3, Ф4. Ферзь стоит неприятно у него. Так, ну а что? Конь Ф4, ферзь Ф3. Как-то все равно. А, там конь Д4 тогда. Да, и сейчас и конь Б4 грозит. Кстати, неприятно. Это я что-то вообще напутал. Опять. Единственное, что-то на Д7 где-то может отвалиться. Конь Ф4, ферзь Ф3. Конь Д4 теперь хода нет. Ну да, конь Б4. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Ферзь Д2 придется играть. Здесь уже придется менять ферзей. Он сыграет конь Ф4, наверное. Хотя он может просто на 2 потом там побить. Да, не получилось атаки. Вот Ф5 нашелся сильный ход у соперника. Вот недооценив я этот ход. Казалось бы, что все хорошо, но Ф5 все парировало. Теперь у меня явно хуже. Я без пешки. Плюс приходится менять ферзей, отдавать на А2 еще. Но соперник, видите, не берет. Как странно. Теперь я могу, в принципе, побороться за линию. Конь на Д6 у меня сильный. И это мой шанс. Так, ну, понятное дело, что на Ф3 будет ход конь Е3. Ну, кто ж даст. Так, нам надо попытаться как-то здесь расшатать. Во-первых, надо завоевать линию. Так, а, он Ф3 все равно хочет сыграть. Ну, пускай он там конем на Е3 сидит. Что он там сделает этим конем? Я же владею на С7 влезу. Так, стоп. Влезаю на С7. Бью. Это уже он мне так нехилую активность дал. Сейчас вторая владея на С7 идет. Что-то не то сделал соперник. Ну, правда, она не идет, потому что конь Д5. Ну, тогда конь Е4, конь Ж5. В то время пешки могут покатиться, да? Так, подождите. Неужели тут никакой активности у меня нет? Зачем мне меняться? Мне меняться не надо. Мы сыграем владея Е7. Нападем на Е6. Конь Д3. Тогда водяя С7. Побили. Водяя С5 хочу сыграть. Соперник дает мне контр-игру. Ну, я не знаю. Так, 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 так. Конь Е5. Или конь Е4. Тогда там шаг. Нет, так, сделаем форточку. Сделаем форточку. Так, он нападает. Мы тоже нападем. Так, куда, кстати, нападем? Сюда нападем. Конь Е4, конь Ж5. А6. Так, конь Е4. Срочно переходим в контратаку. Так, бьем. Скорее всего, у меня ничейка, наверное, будет. Что, Водяя Д5? Нет, шаг. Отошел. Водяя Б1. Тогда конь С3. Или даже конь Д6. Конь Д6 хитрее. На Б4 матное Б8. Ловушка. Ловушка. Сезона. Увидел соперник ловушку. Не попался. Ну, теперь Эншпиль. Эншпиль ничейный. Пешки меняются. Ну, Эншпиль говорит не о чем ничейный. Все пешки просто подменяются сейчас. Так, ну что? Или подождите. Не, ну все равно ничья. Давайте предложим, конечно же, ничью. Понятное дело, что я аж 4 захватываю инициативу. Но это пешечный Эншпиль. И он абсолютно ничейный. Соперник играл хорошо. Я вначале сыграл плохо. Но все закончилось вот такой вот интересной ничьей. Ну что ж, думаю, вам было интересно. С вами был Олег Саламаха. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok